Я хочу сегодня проповедовать на тему, очень интересная тема, гореть для Господа, потому что мы горим, бывает, и не для Бога, мы горим просто. Некоторые горят и сгорают, и выгорают, и падают, утомляются, не доходят. И вы знаете, часто это происходит, даже в простых банальных вещах. Если ты горишь для Бога, твой светильник всегда будет, твой светильник всегда будет полон, он всегда будет гореть, потому что Бог его зажег. Вы знаете, я хочу отклониться чуть-чуть от этой темы сейчас и поговорить вам. Потому что есть то, что мешает нам в жизни, всегда есть тот, кто мешает нам. Мы ищем этого человека, эту сущность или существо, и мы, ну, наверное, кто-то виноват в том или ином. Кто мешает сегодня? Ну, Каину мешал кто? Авель. Он его убил. Кто тебе сегодня мешает? Родные, мама, папа, бабушка, дедушка. Кто-то мешает сегодня тебе. Вы знаете, я вам честно скажу, тебе никто не мешает. Мешаешь сам себе. И вот часто вот люди ищут проблему в другом, в ком-то другом. Кто виноват и что делать? Кто виноват и что делать? Плохо живет, президент виноват. Да хватит винить кого-то. Начни делать и двигаться в правильном направлении. Вы знаете, я понимаю, что каждый из вас служит Богу финансами и так далее. И я верю, что десятина принадлежит Богу. Я живу так. Из своего опыта я понял, что когда Богу ты просто забыл, ну, просто не вовремя отдал десяти, ну, он все равно заберет. И я понимаю, для чего он меня этому учит. Он хочет меня благословить. Не из-за того, что он хочет отобрать у меня. Знаете, евреи говорят интересную. Слава Богу, что деньгами. Бывает, когда Бог берет у тебя, он берет разным путем. Но и некоторые говорят, ну, Богу не надо деньги, Богу не надо ничего. Не надо. Но Библия говорит, что я запрещу кому? Пожирающим. Он придет в пожирающим. Я должен был отдать Богу там определенную сумму, десятую часть. И самое интересное, я начинаю делать дело одно, оно у меня не клеится, и я попадаю именно на эту сумму. И вы знаете, самое интересное, я забыл просто за десятину. Я отдать должен был и забыл. И когда я попадаю в это, Бог говорит мне, ты должен был мне отдать. И я со своей натурой, вот я говорю, ну вот, ты же забрал, все, я свободен. Но мне Бог говорит, и Он обращается ко мне. Это не значит, что я забрал. Я хочу благословить тебя. Я не хочу забирать у тебя ничего. Я хочу дать тебе гораздо больше. И Он учит меня, как управляться с десятиной. Раньше я этого не понимал. Раньше я думал, что, ну, Богу ничего не надо. Вы знаете, когда у тебя есть финансы, когда у тебя есть возможности, и ты понимаешь, осознаешь, что твое будущее не зависит даже от твоих финансов, а зависит от Бога дающего, воздающего. Есть люди, которые жертвуют от избытка. Богу все равно наш избыток. Бог хочет благословить нас всем, чтобы мы были и имели благодать и благословение на всякое доброе дело приготовлено. Горей для Господа. Тема моей проповеди. Горей для Господа. Давайте откроем Деяние апостолов. Первая глава. Вы знаете, Иисусу нужно было собрать учеников, чтобы они начали строить церковь. О, вы думаете, что им хотелось это делать? Иисуса не стало, лидера нет, служителя такого, за которым мы могли бы идти, уже нет. И нам не хочется делать то дело, которое Он нам говорил. И знаете, что они пошли делать? То, что умели. Каждый пошел в свое дело. Петр позвал всех на рыбалку. Кто-то позвал всех на строительство своего дома. Кого-то призвал. Но Иисус, Он говорит, что вам нужно ждать обещанного. Давайте прочтем это. Есть моменты ожидания Божьего огня. И есть моменты, когда этот огонь, он приходит в твою жизнь. Огонь Божий для чего-то дается. В карманах очень много вещей, да? Хорошо. Наташа не нравится, когда что-то у меня в карманах. Нет, это я возьму. Когда Бог что-то делает в нашей жизни, Он хочет нас зажечь для определенного. У кого-то из вас бизнес есть? Вот Он вам приносит благословение. Вы чувствуете от Него благодать, пока Он дает вам доход. Бывает и приходит момент, что и тебя доход уже не удовлетворяет. Тебя не устраивает, даже если он избыточный. Почему? Потому что все, что ты делаешь, и все, что ты делал раньше, тот огонь, который зажигал в тебе, это было для определенной цели. Если ты остановился в этом, тебе надо снова зажечься этим огнем. Ученики, деяния апостола, они собираются. Собрал их, Он повелел им, 4 стих, не отлучаться из Иерусалима. Смотрите, почему? Причина. Но ждать обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым. Он даже сказал, что они получат. Вы знаете, это все равно, что иметь такое благословение, которое ты не знаешь даже, куда употребить. иметь такую благодать, такую возможность, такую силу, которую ты даже не знаешь, ты будешь тратить всю свою жизнь, и ты не потратишь. Но Он говорит им, ждите обещанного от Отца Моего. Помните, Он обещал Петру, Он говорит, я создам церковь, и врата ада не одолеют его. В Исайе написано, юноши тоже утомляются, и сильные терпят крах, правда? Но надеющиеся на Господа, там не так сказано, что крах, падают. Но надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, пойдут и не устанут, потекут и не утомятся. О ком это сказано? О тех, которые исполняют волю Божью. Вы знаете, сегодня я хочу поговорить об этом, потому что огонь, который зажигал тебя раньше, он может уже не зажигать. Знаешь почему? Потому что надо войти в волю Божью. Послушай, Петр ловит рыбу с двенадцатью учениками, он ловит, когда уже никого нет, ничего нет, и Иисуса нет. И знаете, что у него не получается ловить рыбу? Его зажигало это раньше дело. Он пошел ловить рыбу, потому что ему хотелось кушать. Нет, не только кушать, это его удовлетворяло. Он уходил от проблем таким образом. У кого-то из вас есть проблемы? Куда ты бежишь? В работу, в труд или еще во что-то, для того, чтобы, даже если ты нехорошо, ну как, не получилось у тебя, ты получаешь удовлетворение. У Петра, я вам говорю, не было удовлетворения, потому что его не удовлетворяло уже ничто, кроме Иисуса Христа. И когда он стоял на берегу, и он позвал, потому что они поняли, что это Иисус, потому что уже словили рыбу по слову Его, он бросил свою рыбалку и побежал к нему. Его начало удовлетворять то, что он бросил выключай. живет, да? Как хочет, но ничего. И Петра не удовлетворяла рыбалка уже. Его удовлетворяло то, что Иисус нуждается в нем. Смотрите внимательно. Когда Бог обращался к Каину, Он говорил, ты господствуй над Ним, Он обвиняет кого? Кто виноват? Вы помните, что сказал Адам о своей жене? Кто виноват? Которую ты дал мне. Всегда кто-то будет виноват в твоей жизни, когда ты возьмешь ответственность за свою жизнь. И вы знаете, пока человек не берет ответственности, он не может зажечься огнем, пока кто-то в твоей жизни будет виноват, кто-то тебя не допускает, кто-то тебе не дает, кто-то тебе не придет и не даст и не вложит в тебя, ты всегда будешь холодный, обиженный, недовольный, недовольный, не удовлетворен. Ты будешь убивать своих братьев вместо того, чтобы созидать и строить. Потому что Каин, он был хорошим человеком до определенного момента, пока не начал обвинять кого-то. Никто не виноват. Никто не виноват в том, что у тебя сейчас это беда или проблема, которую ты проходишь. Но если ты пройдешь эту проблему, если ты будешь нуждаться в том, что правильно твоя жизнь изменится. И знаете, самое интересное, они терпят крах. Крах их трехлетнего похода за Иисусом Христом. Три года они ходили за Ним, лелея свои планы. У них были свои планы на служение, на дело, как где сесть, что исполнить, что делать, но вдруг в одно мгновение Иисуса не стало. Это не было в их планах. Кто виноват? Иисус. О, да, его вина. Он виноват во всем. Но Петру приходится брать ответственность в тот момент, когда уже никто не мог ответственности взять. Он его подготавливал к этому, что тебе придется брать ответственность не только за свою жизнь, а за жизнь других. Сегодня я говорю, человек зажигается и начинает гореть для Бога только тогда, когда ты берешь ответственность, когда ты готов взять ответственность за свою жизнь и жизнь. Вы знаете, некоторые женятся, а потом сразу разводятся. Кто виноват, она или он? Просто проблема. Он не взял ответственность за то, то, что должен был. Он не взял ту ответственность, которую доверил ему Бог. Знаете, когда Бог доверяет тебе жену, то ты должен быть священником. Ты должен быть тем, который ведет и направляет ее. Мудро направляет. И вы знаете, я верю, что если человек живет для себя, своей жизнью, его жизнь, она несостоятельна. О, послушайте, помните, в Исаии написано, у оставленной больше, чем у кого? Чем у имеющей мужа. По какой причине он говорит это? Потому что он не взял ответственность. Есть люди, которые берут ответственность, но слушай, Бог, который не дремлет, он будет благословлять. Он будет искать благословение тем людям, которые ищут его воли, исполнения его воли. И вы знаете, Петр, он берет ответственность своей жизни, своей руки. Первый раз. Он делал некоторые вещи, когда говорил, он был хорошим исполнителем, но тут ему надо быть и брать ответственность, не только за себя. Они идут в Иерусалим, они возвращаются в Иерусалим, они ждут обещанного. Я не знаю, что это такое, но вы знаете, зачинщиком ловли рыбы был Петр. Зачинщиком делать определенные вещи был Петр. Даже уши отрезал Петр. Но он не брал на себя ответственность, он бежал от ответственности, он трижды отрекся от Иисуса Христа, только из-за того, чтобы избежать ответственности за то, что он делал. сегодня люди некоторые боятся ответственности и они не могут испытать силу. Приходит время, что вам придется взять ответственность за свою жизнь и за жизнь других. И смотри, что он говорит Иисус. Они спрашивали, может в это время восстанавливаешь и царство Израиля. Может время, когда пришло благословение, может уже все, может конец вот это наступил. Он же сказал, не ваше время, ваша задача, не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти, но ваша задача взять то, что вы планировали, то, что планировал Бог в вашей жизни. Ваша задача взять ответственность. Вы знаете, Иисус, когда проповедовал, мне нравится, Он все время проповедовал в тему. Он видел засеянными колосьями шоу, их осуждали, Он все время говорил о тех вещах, которые окружали людей. Когда они были в доме фарисея, занимали, там каждый занимал место, он, видя это, он проповедует, что не занимаете места. Помните, Он всегда проповедовал в тему. И приходят времена, когда вы будете говорить, и вы будете проповедовать, и это будет слово, которое может изменить мир. Вы знаете, есть люди, философы, они говорят просто так. Оно ничего не меняет. Я планирую, когда я говорю об огне, я знаю, что я говорю, я вижу, когда человек начинает затухать в своей жизни, и он делает не то дело, которое он начал делать, проповедь в тему. Почему я об этом проповедую сегодня? Потому что я хочу, чтобы твой огонь загорелся с новой силой. Потому что когда ты говоришь о девах, которые поправили свои светильники, служителями, просто они горели для Господа больше, чем все остальные. Они горели для Него. И те, и те были служителями, и те, и те знали что-то. Но это занимало, вы знаете, для того, чтобы иметь больше масла, тебе надо потратить больше денег, тебе надо потратить больше возможностей, больше сил. Как вы думаете, были ли у них деньги на то, чтобы купить это масло? У этих пяти неразумных. Были. Правда? Куда они их складывали? Для себя в свою жизнь, в свое какое-то направление. Но есть люди, которые, знаете, они горят для Бога сверх, больше, чем. Они запасливы сверх. Они готовы идти и жертвуют ради Него большим. И они купили масло. Они потратили свое. Они потратили свои сбережения. сегодня некоторые не понимают, что если я со временем любой огонь в твоей жизни, он может утихнуть. Но есть только один огонь, который дает силы и подогревает тебя. Это огонь служения Господу. Если я ослабел в этом, то никто не виноват. Если я ослабел в этом, то ничто не виноват вокруг, значит у меня есть то, о чем я начал думать гораздо чаще, больше, о чем я забочусь. Но Господь, Он как Петра, Он возвращает и говорит, Петр, я что тебе говорил? Жди обещанного. Я что тебе говорил? Есть то место, где огонь по-настоящему сойдет в твою жизнь. И у каждого человека это то место, которое Бог призвал его. Ты веришь в это? Я да. Я ожидаю огня от того служения, которое им... И когда, вы знаете, я переживаю определенные этапы в своей жизни, и я понимаю, когда сестра свидетельствовала, говорила, слава Богу за вас, я понимаю, что это Бог хочет ободрить через нее меня, но оно не ободривается, даже если мне говорят об этом, потому что огонь, который во мне, должен разгореться для Господа еще больше. Я не могу этого делать, я не смогу этого делать, если ты не сойдешь, я буду ожидать в том месте. И вы знаете, Он говорит, Он же сказал им, не ваше время, не ваше дело, есть мое дело, а есть не мое дело, не ваше дело. Скажи, какое твое дело или мое дело знать то, что Бог будет делать через определенное время в том или ином человеке. Мое дело знать мое, мое будущее. Я хочу это знать. Как-то Петр, когда Иисус говорит о будущем, говорит, а что будет с Иоанном? Не ваше дело. Скажи, не твое дело знать дело Иоанна. Не твое дело знать дело, которое Он будет делать. Мы всегда сравниваем себя и это ослабляет нас. Не смотри на своего соседа, не смотри на своего брата, не смотри на того, который рядышком возле тебя. Он должен исполнить то, для чего Бог призвал его. Ты должен гореть для Господа. Гори для Господа. Как ты горел раньше? Что тебя зажигало раньше? Возвратись, откуда ты не спал. Вы знаете, что такое гореть? Это быть влюбленным. Кто из вас любил когда-то? Вы помнили, что это любовь, которая внутри вас, она делала вас каким-то особенным, особым человеком. Вы особенны. И все равно вам, кто об этом знает или кто об этом не знает, кто об этом говорит или кто об этом не говорит, вы чувствуете себя особенным. Что делала любовь с вами? Она делала вас особенным. И человека зажигает эта любовь. И вы знаете, первая заповедь, она гласит и говорит, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Она осталась в этом законы пророки и ближнего своего как самого Смотри, дело, которое он дал и доверил Петру, он говорил, чтобы ты возвратил веру другим людям. Веру не в себя, веру в меня. Ты меня полюбил и людей я доверяю тебе. Вы знаете, самое интересное то, что когда он говорит, он мог Дух Святой дать в любом месте, не в горнице, там под Иерусалимом, где-то еще, где они все время молились. Почему они были единодушны вместе в горнице? Туда их привел кто? Ну, я не думаю, что Иисус. Они собрались вместе. Как определил Бог, что они там будут? Вы знаете, мы собрались в церкви сегодня. Мы собраны здесь. И я хочу, чтобы этот огонь сошел с неба. Я хочу и жажду. И вы знаете, я думаю, что Бога притягивает жаждущие люди. Он изливает на всякую плоть, но есть определенное место, которое засасывает его, притягивает его. Вы понимаете меня? Есть определенное место, которое дает тебе усилие быть притянутым. И вы знаете, я не понимаю этого. Иисус говорит, ждите, ждите. Слово ждите подразумевает жажду. Ждите, это подразумевает, когда Бог придет в твою жизнь. Ты тогда не будешь спрашивать, что тебе делать. Ты уже горишь. Правда? Кто-то перестал гореть для Бога, потому что у него перестала быть жажда внутри него. Жажда исполнять его волю, исполнять то, ради чего он. Знаете, Петр начинает строить церкви. Он собирает всех вместе. Есть те, которые разрушают церкви, а есть те, которые собирают церкви. Церковь он в любое здание мог излить Духа Святого. Он на любое место мог излить, если бы там собралось 120 жаждущих. Я хочу, чтобы вы поняли, на любом месте, где есть жаждущие люди, желающие присутствия Божьей, будет сила Божья. И вы знаете, первое, то, что в моей жизни должно произойти ожидание Бога. Я хочу, чтобы это исполнилось, чтобы исполнилось то, ради чего Бог пришел на эту землю. Он пришел ради того, чтобы я имел общение с Отцом, чтобы у меня было все хорошо, у меня все нормально. Нет, не только это. Есть дело, которое ты должен совершить, есть действие, которое должно в твоей жизни произойти. Вы знаете, ученики 120 человек, они с этой горницей просто рассыпались. И каждый начал свидетельствовать о Боге. На иных языках. Они по-другому не могли. Дух Святой дает провещевать, Дух Святой в твоей жизни дает свидетельствовать. Знаешь, как я знаю, что мы зажглись, что мы горим? Это когда я каждому человеку хочу рассказать, какой Бог чудный в моей жизни. какой Он прекрасный в моей жизни. И даже если я этого не понимаю, что говорю. Потому что некоторые не понимают и что говорят. Потому что некоторые философы что-то неправильно говорят. да какая разница о чудных и дивных делах Божьих говорят. Вы знаете, я когда услышал, что Бог действует и действовал и будет действовать, я понимаю, что мы должны жаждать того присутствия, той воли Божьей, исполнения его воли Божьей. И вы знаете, но вы примите силу, Иисус говорит им. Давайте прочтем это. Восьмой стих. не ваше дело, но ваше дело принять силу. Скажи, мое дело принять силу. Для чего? Мне не нужна сила для того, чтобы поднимать эту колонку. Я ее не ношу. Но если бы я ее носил, знаете, что? Я накачал бы бицепс. Один только. Больше мне не надо. я ношу одну колонку. Если бы мне надо было делать определенное дело, я бы накачал себя только в том месте, где оно надо. Правда? Господь говорит, я хочу, чтобы у вас была сила. И вы знаете, с момента понимания моего чуть-чуть прошло определенное время, потому что сила, она нуждается в обновлении. Послушайте еще раз. Сила нуждается в обновлении. Огонь нуждается в обновлении. Вы знаете, когда к жертвеннику приходил священник, он знаете, что делал с углями? он он раздвигал, подбрасывал туда дрова, и она нуждается в обновлении. Вы знаете, почему она нуждается в обновлении? Потому что твоя сила, она ослабеет. То, что ты принял, оно ослабело. То, что ты принял, оно перетекло куда-то, оно ушло куда-то. Но когда ты нуждаешься в исполнении воли Божьей, к тебе опять придет сила. Она никуда не уходила. Просто она нуждается в обновлении. Вы знаете, когда человек приходит в зал, и он качается, он может поднимать такой-то груз. И я, подойдя к турнику, я когда-то подтягивался 27 раз свободно. Я, подойдя к турнику, когда мы выходили с церковью, я еле-еле подтянулся один раз. Я понял, что моя сила ослабела. Мне стало стыдно за себя. Мне стало неудобно. Я понимаю, что я не тренировался, я не делал ничего ради того, чтобы эта сила была. Смотри, если ты не делаешь ничего для того, чтобы сила, которая в тебе, она была и существовала, как она может быть? Она ушла. Ты можешь ждать от Бога сколько угодно, но Он говорит, слушай, тренируйся, дорогой мой. Тренируйся снова. Тебе нужно возвратиться от того дела, которое ты делал раньше, начать снова делать. И вы знаете, начни с молитвы. Это помогает. Потому что, когда ты начинаешь молиться, ты начинаешь пророчествовать свою жизнь, ты как будто подходишь к штанге, малый вес. Но Бог дает тебе больше со временем, Он дает тебе силу, которую ты нуждаешься. И послушайте, ты не загоришься сразу в одно мгновение, как ты горел раньше, потому что к твоему походу огня была потрачена большая сила, присутствие Божьего, сила, присутствие, не присутствие, действие Божьего. И это какая сила? Скажите, это Иисус, который пошел на крест ради меня. Это самая большая сила, которая есть во вселенной, которая была во вселенной, она потрачена на тебя. И послушай, Его сила не уменьшилась, уменьшилась твоя сила. Его огонь, он горит по-прежнему, уменьшился твой огонь. Почему он уменьшился? О, не потому, что у тебя нету его, не потому, что у тебя нету сил, потому, что ты перестал его практиковать. Слушай внимательно. Как может явиться Дух Святой через тебя, если ты перестал молиться на иных языках? Как он будет свидетельствовать через тебя, если ты никому уже давно не рассказывал о нем? Практиковать это значит действовать согласно того, что он тебе предназначил. Слушай, зажги свое сердце снова для Бога. И вы знаете, самое интересное. Нельзя как объяснить привыкнуть к тому, что хорошо. Но мы все равно привыкаем. Мы привыкаем, что оно есть. Мы привыкшие. Мы привыкшие к тому, что благословение оно есть. Ну хорошо. послушай, но для того, чтобы было большее, тебя должно быть, знаете, чуть-чуть вакуума в твоей жизни. Чуть-чуть жажды, чтобы это еще пришло. Каждый раз, когда ты полностью заполнен, приходит такое состояние, ну все хорошо. И ты не замечаешь, и мы не замечаем, как приходит такое опустошение, пустота. Надо выйти из этого состояния. Давайте прочтем, как они вышли. Знаете, что они начинают делать? Иисус сказал строить церковь. Послушайте, десять дней они собираются на молитву, десять дней они собираются вместе, молятся, рассуждают, размышляют по-человечески, по своему опыту, по своему знанию, потому что говорил Иисус. Они просто рассуждают и размышляют. Они строят в себе самом церкви. Они созидают то, что начал созидать Иисус. Что, насколько ты делаешь то, что сказал Иисус. Насколько мы начинаем созидать то, что сказал Иисус делать. Все мое желание, все мои желания должны направлены быть в одно место, ради одного, ради одного дела. Он говорит, я создам церковь, и врата неодолитую. Я буду строить на тебе, Петр. Петр, ты собрал всех не для того, чтобы реализоваться через них. Ты собрал их не для этого. Ты собрал их, потому что ты исполнил мою волю. Почему мы собираемся вместе? Не потому, что мы хотим что-то построить свое. Правда? мы что-то делаем церкви, мы выполняем какую-то работу, не ради того, чтобы мне было хорошо, а ради того, что он сказал. И вы знаете, на это пришел огонь Божий, на это пришел Дух Святой. И давайте прочтем это. В те ни Петр стал посреди учеников, было же собрание, 15 стих, человек около 120. Мужи и братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида и Абеуде, бывшем вожде, которых он проповедует, без Духа Святого. Заметили? Вам не показалось это? Он 120 человеком проповедует. Тут нету 120. Он встал не стесняясь, без сомнения. Все говорили, что только когда Дух Святой сошел, он перестал стесняться. Он перестал стесняться еще тогда, когда он пришел в эту горницу и поднялся и сказал, друзья мои, братья и сестры, у нас нету одного апостола, нам надо срочно одного избрать, и мы не знаем, что будем делать, бросать жребий. Почему он это начал делать? Потому что он ожидал обещанного, у него была жажда исполнить волю Божью. Какая у тебя жажда больше всего? На что ты направил свою жажду? Чтобы тебе было хорошо. Закончилось. Ты никогда не загоришься для Бога для этого. Бог не хочет, чтобы нам было просто хорошо. Он желает исполнения своей воли на этой земле. И вы знаете, самое интересное, чтобы Каину было хорошо, он убил Авеля. Ему стало легче. Зло отошло, проблем нету, легче не стало. Слушай внимательно, когда ты думаешь, что тебе станет хорошо от чего-то, что у тебя не станет, и ты начнешь делать, тебе легче не станет. Но когда ты исполняешь волю, если бы Каин поборол в себе господство греха, как сказал ему Бог, но ты господству над ним, над грехом, тогда бы он вышел удовлетворен. Почему? Потому что то, что говорит Бог твою жизнь, то, что говорит Бог нашу жизнь, Он говорит для того, чтобы ты был удовлетворен, у тебя была сила, тебе было легко, потому что то, что ты думаешь, что тебя сделает и сделает свободным, я сомневаюсь, это неправда. Они пробовали ловить рыбу сами, их удовлетворило это. Я думаю, что это сделал Бог. Они не словили рыбы, они не поймали ничего в ту ночь. Иисус говорит, если у вас какая-то пища, всю ночь ловили, ничего нет, забросьте все эти по правую сторону, и словили они множество рыбы. И тогда один из учеников говорит, это Иисус. Петр начинает плыть к Нему. Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что то, что удовлетворяет тебя, оно приводит к тебе к тому, который всемогущий Бог. Вы знаете, есть радость, которую я испытываю, есть сила, которую я испытываю, есть огонь, который зажигает тебя по-настоящему, это встреча с Иисусом, и Он будет встречаться с тобой там. в радости, в мире. И вы знаете, Он встретил его, и у него уже была готова пища, рыба, которую он пожарил на костре, для того, чтобы Петр имел полное удовлетворение, полное восхищение, полное благословение. И вы знаете, Петр, он без сомнения ожидает обещанного, потому что он знает, оно удовлетворит меня, оно даст встречу мне снова с Ним. Я буду встречаться теперь ни одну минуту, ни две, я буду постоянно общаться с Ним. Вы знаете, Он советник добрый. Ты нуждаешься сегодня в совете? Ты нуждаешься в том, чтобы Он тебя благословил чем-то? Да, Ним. Но Он нуждается в тебе исполнить дело твое свое через тебя. И некоторые сегодня вместо того, чтобы гореть для Бога, они горят для себя. Тебе никто не мешает. Тебе никто не мешает. Тебе просто нужно исполнить то, для чего ты призван. скажи, я призван сюда в церковь, чтобы строить ее, созидать ее. Слушай, внимательно еще раз. Чтобы твой огонь возгорелся правильно, чтобы твое сердце горело. Вы знаете, я получаю удовлетворение от некоторых вещей, когда я делаю дело Божие, когда я стремлюсь к Нему. Но когда я не делаю, а делаю, ну, лучше отдохнуть, поехать на море. Отдохнуть и поехать куда-то. И вроде бы все хорошо, но удовлетворения внутреннего нет. Огня внутри нет. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Кто из вас знает? Кто испытывал? Сидишь, лежишь на диване, а хочется быть в церкови. Зачем я? Чего я туда не пошел? Кто-то переживал такое? Потому что надо строить то, что зажигает тебя. Понимаешь меня? Кто-то не я не понимаю. Слушай, дальше. 120 человек в горнице строят церковь, не понимая, Петр проповедует уже, все хорошо, отлично. и проповедь сильная. Они выбрали все-таки того. 120 не спорили. Представляете, 120 евреев собралось и не спорили между собой. Они были единодушно написаны вместе, и Петр, он мог этому единодушию поспособствовать. Это Бог, который тебя заставил. это Бог, который привел его туда. Это Иисус, который объединил их вместе. Это все он сделал. Петр там не участник. Он просто раб ничего не стоящий. Правда? Мы такие, рабы ничего не стоящие. И вы знаете, 120 человек наполнились Духом взятым. Они испытали этот огонь. А где же 5000, которые видели Иисуса? Он явился 5000, 500 братьям, то есть, извиняюсь, 500 братьям, воскресшим из мертвых. Он явился 500. Где остальные 380? 120 исполнены Духом. Где остальные 380? Вы знаете, они тоже могли получить Духа Святого. Они тоже могли получить силу там, где они находились. 380 человек, но они не получили. Почему я говорю, что Бог приходит на жаждущие? Бог приходит на тех, которые что-то делают? Бог приходит и наполняет своим огнем те, которые горят для Него уже. Хоть леют немножко. Бог приходит на то место, где есть вакуум, глубина. я хочу в глубину. 120 человек исполняются Духом Святым, 380 нету, потому что Иисус является 500 братьям одновременно для того, чтобы их привлечь в одну точку, в Иерусалим, чтобы ждать, в одно место собрать всех вместе. Там не было по 120 человек, 4 места, там одно место было, и там было всего лишь 120 человек. Я хочу, чтобы вы поняли, Бог приходит на жаждущее, особо жаждущее. Дух Святой приходит на одно место, особо жаждущее место. Дух Святой не мерою дается, Он изливается на всякую плоть, но на одно место Он пришел особым образом. нас жаждущее. Я хочу, чтобы ты услышал. Я подхожу к концу. Почему? Потому что Петр, он закончил свое дело, когда он собрал. Нет, он продолжал строить церковь. Его это удовлетворяло. Вы видите, когда Петр, он заходит в дом Корнилия, исходит Дух Святой. Он всегда нес то благословение, он строил церковь. Он не хотел, может быть, но ему приходилось, потому что так хотел. Что вам не хочется делать, но что вас удовлетворяет, и получаете вы от этого удовольствия. Я думаю, что у Петра было большое удовольствие, когда он видел язычников, исполненных Духа Святого. Он был противником этого изначально, но когда он видел, что делает Бог через него, он удовлетворялся. Есть вещи, которые зажигать тебя будут, каждый раз поджигать тебя для служения Богу. И знаете, есть такая поговорка под лежачий камень, вода не течет, ты должен хоть чуть-чуть шевелиться. Пошевелись немножко, хотя бы, чтобы тебя перевернули. Но тебе нужно приложить усилия. Тебе нужно приложить усилия, хотя бы прийти в Иерусалим, не быть 380 человек, как хочешь иметь силу, будь как 120. Сегодня нас, посмотрите, не очень много. Кто-то занят своей работой, кто-то в другом месте, но Бог приходит. Скажи своему соседу, если ты жаждешь, Бог сойдет на тебя. Скажи еще раз, если ты жаждешь, Бог сегодня сойдет на тебя. Если ты жаждешь, Бог сегодня сойдет на тебя. Скажи еще раз, Бог приходит на жаждущие. Бог приходит на жаждущие. Бог приходит на жаждущие. Огонь, который в тебе, он должен гореть для него. Твой светильник надо поправить. В нем есть масло, в нем есть сила, ты в правильном месте, тут раздают это, тут выдают это, тут раздают это. Придет время, что ты не сможешь его купить, но сегодня тебе надо положить цену, тебе надо жаждать. Если ты положишь это, Бог наполнит, Бог даст тебе силу, скажи своему соседу, ты примешь сегодня силу. Аллилуйя, Аллилуйя, что тебя зажигало раньше? Вспомни, давайте встанемся. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Для кого нужно гореть? Для себя? Я не хочу для себя гореть. То, что меня мне дает огонь, и то, что меня зажигало раньше, знаете, оно не удовлетворяет меня уже. То, что я хочу гореть для Господа сейчас, оно удовлетворяет меня будет всю мою жизнь, и даже на небесах. Он зажег твое сердце. Не для того, чтобы ты тратился не на нужные вещи. Забудь. Оставь все. Знаешь, что он говорит ученикам? Оставь. Оставь. не твое дело. Оставь. Не твое дело. Оставь. Твое дело. Нет. Не твое дело. Он говорит, оставь. Следуй за мной. И он когда говорит о следовании за ним, он говорит о деле, которое он доверил тебе, о том месте, в котором ты находишься, что ты должен созидать его, как церковь Божия, а не разрушай. Строй. Созидай себя в дом духовный. Аминь. Я хочу сейчас молиться за тех, которые жаждут. У тех, которых есть жажда. У тех, которых есть желание наполниться силой Божьей, огнем Божьим. Господь сойдет на вас. Бог сойдет на вас.